Печальная весть о Боярском. Утром узнали. Удивитесь сделанным выводом, но людей уже не обмануть. Приставы намерены взыскать с Боярского 3000 рублей за нарушение правил ПДД. Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении актера Михаила Боярского, который не оплатил штраф за нарушение ПДД в Санкт-Петербурге. Информация о начале производства в отношении актера появилась на сайте главного управления ФСПП по Северной столице. В сообщении говорится, что Боярский задолжал 3000 рублей штрафа за нарушение правил дорожного движения. Речь идет об административном акте, составленном от 30 ноября 2020 года. Ранее в сети появился ролик, на котором видно, что Мерседес-актер разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта, пишет РИА Новости. Однако данный инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Тем временем народный артист РСФСР, автолюбитель Михаил Боярский, одобрил идею поправок в ПДД, которые предусматривают лишение прав за совершение за год трех и более нарушений. Артист сам считает, что нарушающие правила водитель впоследствии будут совершать все более жесткие нарушения, если не принять меры. «Я был бы за, считаю, что это правильное дело. Эти стритрейсеры, которые творят на дорогах все, что хотят, их нужно лишать прав, и нарушения, которые они совершают, будут еще более жесткие. Это угрожает жизни пешеходам. Нужно более жестко относиться к тому, что может принести вред людям», — заявил актер. Напомним, ранее Министерство юстиции РФ сообщило о том, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях может появиться пункт, предполагающий лишение водительских прав для автомобилистов, которые систематически совершали грубые нарушения правил дорожного движения. Систематическими можно считать три и более нарушений ПДД в течение одного года. Михаил Сергеевич никогда не отличался ангельским поведением, не скрывал своих вредных привычек и взглядов на жизнь, порой высказывая их в довольно резкой форме. Но зритель всегда прощал боярскому репутацию хулигана за его харизму, обаяние, образ Д'Артаньяна и зеленоглазое такси. Даже в фильме «Мушкетеры» 20 лет спустя, когда актеру уже шел пятый десяток, многие опасные трюки он выполнял самостоятельно. Это удивительно, ведь, по словам друзей, авантюру советского Д'Артаньяна в крови. Продолжение следует...